Доброе утро! В последнее время ультразвуковое исследование набирает все больше популярность. Оно неудивительно, ведь именно этот метод исследования самобезопасный и подходит даже для беременных. Но вокруг этой темы появилось немало мифов, о которых сегодня расскажем в нашей программе. О заблуждениях про ультразвуковое исследование нам сегодня расскажет врач ультразвуковой диагностики Скворцова Виктория Викторовна. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня говорим о самых популярных заблуждениях про ультразвуковое исследование. Первое нам говорит о том, что ультразвуковое исследование это обследование любых органов. Это так? В настоящее время можно сделать и узи легких и узи кишечника и узи желудка но это оператор зависимый метод зависит также от качества аппаратуры вот от опыта самого сотрудника специалиста узи можно сделать узи любого органа любой области но это не будет основным способом диагностики какой-либо патологии и является только уточняющим методом и основное будет все таки это осмотр прежде всего специалиста врача клиническая картина проявления заболевания и лабораторные и другие инструментальные методы исследования по усмотрению самого врача и раз уж мы с вами заговорили про диагностику следующий миф заблуждение это то что можно диагностировать любую патологию это так смотря какой орган какая система и смотря какую патологию мы подозреваем первично это также будет осмотр врача клинициста который у вас заподозрил определенную патологию и отправил вас на ультразвуковое исследование касательно например паранахематозных органов печень селезенка почки матка шейка матки да многие патологии можно выявить на ранней стадии где-то подтвердить запущенную стадию например метастазирование в эти органы вот здесь узи да будет достаточно некоторых некоторых случаях но иногда требуется уточнение с помощью лучевых способов методов исследования такие как компьютерная томография магниторезонансная томография также нельзя обойтись без лабораторных методов подтверждения то есть обычные анализы крови любых жидкостей организма есть мнение что узи может заменить посещение к врачу можно сделать это обследование и не посещать специалистов вы с этим согласны нет конечно не согласна поскольку человек может предположить себя что-то какое-то заболевание она узи она не подтвердится он спокойно пойдет домой думаю что все в порядке на самом деле там локализация патологического процесса была совсем другая и соответственно лечить его нужно по-другому наблюдать и обследовать поэтому первично это всегда осмотр врача клинициста который вас направит на назначат определенный объем обследования которые необходимы при подозреваемой патологии и это поможет эффективным обследование и лечение может ли узи выявить изменения во внутренних органах да конечно но смотря опять же какого характера это изменение любые морфологические изменения должны быть подтверждены если это серьезное образование или подозрение на онкологическое заболевание или на хронический воспалительный специфический процесс например нефрит в почках или мембранозный колит или другое воспаление хроническое в кишечнике в стенке кишечника в почках или специфическое также образование в печени она всегда требует морфологического подтверждения это золотой стандарт диагностики то есть если мы например подозреваем нефрит мы можем на узи увидеть увеличение почек изменения паренхима но мы никогда не можем поставить точный диагноз поскольку мы в целом видим воспаление но какое-то воспаление можно подтвердить только морфологические исследовав биоптат из почки говорят что узи делается при боли вообще есть ли какие-то промежутки или дни когда нужно пройти обследование узи вполне себе подходящий метод для контроля например доброкачественных изменений в органах например если вы уже обращались к врачу обследовались у вас выявили доброкачественное образование молочной железы например фибродомома или также доброкачественное образование узелки в щитовидной железе или в любом другом органе такие как киста печени и киста также и поджелудочные и почки вот и это можно все наблюдать после первичного обследования подтверждение что это доброкачественные патологии в дальнейшем наблюдать например раз в полгода делая узи это вполне подойдет метод для контроля заболеваний и симптомов если человек полностью здоров и чувствует себя таковым может проходить диспансеризацию раз в три года это для всех для всех слоев населения в том в основном для здорового именно для того чтобы выявить патологию на ранних стадиях такие как артериальная гипертензия сахарный диабет другие изменения в том числе образование кишечника с помощью определенных лабораторных инструментальных методов опять же первичным здесь будет осмотр врача вот если он заподозрит наличие какой-либо патологии он уже отправит на обследование так человек не имеющий симптомов и чувствующий себя абсолютно здоровым может обнаружить патологию на ранней стадии если боль все-таки случилось внезапно даже то что себя человек чувствовал здоровым и внезапно и у него случилась боль он также может обратиться для ультразвукового исследования той области где у него болит да это можно выявить например воспалительное заболевание брюшной полости перитонит начинающийся перитонит поскольку первоначально была могла быть причиной разрыв органа воспаление какого-либо органа в этой области что привело к разлитому воспалению все это можно выявить на узи но в начале все-таки лучше обратиться к врачу который помимо своего осмотра подозрений и лабораторных исследований выявит уже установит точный диагноз есть ли какая-то подготовка к этому методу исследования многие говорят что она нужна другие говорят что не нужна что скажете вы если мы смотрим брюшную полость здесь однозначно нужна подготовка поскольку газы кишечника желудка они все-таки мешают для хорошего акустического доступа поэтому за три дня до обследования брюшной полости желательно соблюдать диету с пониженным с продуктами с пониженным газообразованием то есть это исключить молочные хлебобулочные изделия перед днем исследование накануне мы в 6 часов вечера это легкий ужин и уже с утра на следующий день мы идем смотрим брюшную полость другие области для ультразвукового исследования не требуют специальной подготовки вот поэтому если например требуется исследовать желчевыводящий пути функцию желчного пузыря тогда можно предупредить пациента взять с собой желчегонный завтрак например сделать предварительное обследование потом попросить принять например тот же банан вот и посмотреть на работу желчевыводящей системы огромное вам спасибо берегите себя и своих близких сегодня мы рассказали о заблуждениях про ультразвуковое исследование оно самое безопасное и эффективное а вы берегите себя и будьте здоровы